Подарить веру в чудо и исполнить заветную мечту. Такую цель перед собой поставили работники атомного производства. Сотрудники городообразующего предприятия в седьмой раз примерят на себя роль волшебников и волшебницы, подарят подарки ребятам из нашего города. В течение двух недель зеленой красавице они снимут более ста конвертов. Именно столько писем Дедушке Морозу написали участники. А после подарки отправятся адресатам. По традиции первый конверт с заветным письмом открыл генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов. Я уже об этом много раз говорил, еще раз скажу. Дети – наше будущее. И без всякого сомнения, взрослые, тем более успешные предприятия, как наш комбинат, конечно же, должны никогда об этом не замывать. Если мы, не дай бог, будем жалеть своего внимания, своих усилий для того, чтобы детям было комфортнее, чтобы они были всегда счастливы, всегда были здоровы, то, конечно, будущее наше будет такое не очень, скажем так, хорошее. И в целом наш город может развиваться только благодаря подрастающему поколению. Поэтому эта вот добрая елка, она направлена на создание праздника для наших детей. У руководителей комбината, присутствовавших на торжественном открытии елки добра, уже существуют свои традиции. Многие не в первый раз пробуют себя в роли Деда Мороза. Так что снимают с елки сразу несколько конвертов. Кому-то, который год подряд попадаются одинаковые пожелания. Не только в Новый год. Подарки надо дарить всегда. Потому что любые подарки запускают волну счастья. Но их надо не только уметь дарить, их надо еще и правильно получать. Поэтому, я думаю, вот ребятишки, которые получат наши подарки, они их правильно примут, и тогда у них наступит счастье. Впереди самое чудесное время. Это Новый год. Новогодняя волшебная ночь. И уже сейчас мы начали готовиться к этому празднику. Моей супруге нравится эта акция. И вот уже какой год, получается, седьмой подряд мы участвуем. Даже два конверта беру. Один для нее, один для себя. Ну, чтобы, так сказать, вклад каждого был в эту хорошую инициативу. Такие вот акции, такие традиции, это как раз, вот на мой взгляд, один из критериев, который может быть положен вообще в устойчивое развитие. Чем больше у нас будет таких добрых елок и добрых дел, тем мы устойчивее будем стоять на ногах, как это бы странно мне казалось. Чем больше будет вокруг нас счастливых, удовлетворенных людей, тем более детей, тем более устойчивым будет наше положение в этом неустойчивом мире. Снегокаты, радиоуправляемые машинки, наборы для творчества и популярный конструктор. Пожелания ребят такие же разные, как и они сами. Но все, кто написал эти письма, объединяет вера в волшебство. В этом году подарки отправятся к ученикам трех новоуральских школ. Лицея 56 и школ номер 1 и 54. Детишки постарались, они подготовили открыточки своими руками, написали своими руками текст. И самое незабываемое, наверное, так как я уже ознакомилась с пожеланиями некоторых детишек, самое необычное это пожелание ребенка здоровья семье. То есть это очень трогательно и мило. То есть ребенок не для себя, а для своей семьи желает здоровья. Елка, украшенная конвертами, простоит в центральном холле на Дзержинского до 24 декабря. За пару дней до главного праздника Дедушка Мороз сможет вручить ребятам подарки от доброй команды. Добрая елка – это не только корпоративный проект Уральского электрохимического комбината. Снять конверт и помочь детишкам может любой. Приходите на Дзержинского 4, холл третьего этажа. Валерия Конева, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.